Кто мне подскажет, кто очень часто использует вот такие черные шляпы или цилиндры? Фокусники. А что они обычно с ними делают? Достают из шляпы предмет. Ирину Александровну в школе называют волшебницей. Сегодня, например, она показывает детям фокусы с акварелью. Что же у меня сегодня в нашей волшебной шляпе есть? Свечка, салфеточки. Такое чувство, что будет сегодня у нас с вами какое-то кулинарное событие при свечах. На самом деле нет. Так необычно Ирина Попова проводит урок рисования. Сегодня дети изображают на бумаге космос. Впрочем, для этого педагога каждый ребенок словно отдельная вселенная. И пусть таких галактик у нее на работе больше тысячи. Я, например, обучаю более 1200 детей каждую неделю. Конечно, индивидуальный подход должен быть и каждому ученику. Но самое главное, когда педагог любит свой предмет и показывает детям новые грани во время урока, например, не просто мы рисуем на тему, а это какое-то путешествие, это какая-то викторина, это какой-то квест. Вот, к примеру, здесь ребята оживили картины известных художников. Сами стали героями произведений искусств. Уроки Ирины Поповой буквально незабываемые. Именно поэтому она стала учителем года. Каждый урок для ребят – это своего рода маленькое открытие в мир искусства. Ирина Александровна – это как раз вот тот случай, когда педагог любит то, что преподает. Вообще-то в детстве она хотела стать учителем математики, но не сложилось. Зато теперь учит школьников творить, а иногда и вытворять. Дети натирают картины воском и даже посыпают солью. Берем крупную соль и аккуратненько сыпем произвольно, опять же, точно так же, на мокрую часть листа. Она впитывает пигмент краски. В результате на листах бумаги появляются планеты, звезды и галактики. Впрочем, у Ирины Поповой каждый урок – просто космос. Может, именно поэтому почти все ее ученики мечтают стать художниками.